Всем привет! Это видео про кредиты для пенсионеров, а именно как взять кредит неработающим пенсионерам и где можно получить его без отказа. Может ли пенсионер взять банковский кредит? Для начала следует прояснить, какие бывают пенсионеры, ведь от их категории зависит легко или не очень будет получить кредит. Пенсия назначается по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца за выслугу лет. Причем во всех этих случаях нет запрета на трудоустройство пенсионеров, а значит практически все из них могут иметь дополнительный постоянный официальный доход. А раз так, то найдутся банки, которые с удовольствием прокредитуют таких клиентов. Следует также понимать, что пенсионерами сегодня бывают люди средних лет, ушедшие на льготную пенсию. Следовательно, до возрастных ограничений, применяемых банками, им еще далеко. Да и сами банки периодически отодвигают максимально допустимый возраст заемщика. Например, по условиям Сбербанка, возраст заемщика на момент окончания действия кредитного договора не должен превышать 75 лет. По условиям же других банков имеются ограничения по возрасту 80 и 85 лет. Кредиторы в пенсионерах видят надежных заемщиков, пусть с небольшим, но стабильным доходом. Отсюда можно сделать вывод, что взять кредит пенсионеру можно, но не всегда просто. При необходимости можно воспользоваться помощью кредитных брокеров. Какой кредит может получить пенсионер? Итак, все ли виды банковских кредитов может оформить пенсионер? В принципе, да, но в каждой кредитной организации вводятся дополнительные требования и ограничения. Предлагаем рассмотреть основные три вида доступных кредитов. Вид первый. Ипотечный кредит. Ипотечный кредит или по-другому ипотека – это заем под залог имеющейся или приобретаемой недвижимости. Более подробно про ипотеку смотрите в одном из наших видео. Пенсионеры могут получить ипотеку, но условия по ней несколько отличаются от общепринятых. Например, уменьшенный срок кредитования, сниженная максимальная сумма, более гибкие процентные ставки. Вид второй. Потребительский кредит. Потребительский кредит – это займ, выдаваемый населению на личные нужды, приобретение предметов личного потребления. Такой кредит предлагают практически все банки. Это один из самых популярных видов кредитования. Для его получения банки требуют залог, где-то достаточно поручительства, а где-то даже не обязательно подтверждать доход. Многие банки готовы выдать потребительский кредит и не только работающим пенсионерам, но и безработным. Ставки по кредитам будут разные, количество документов будет зависеть от категории заемщика. Вид третий. Автокредит. Многие пенсионеры – автолюбители, а значит, покупка автомобиля для них также очень актуальна. Не всегда хватает денег на приглянувшуюся модель авто, и порой приходится оформлять автокредит. Автокредит – это кредит физическим лицам на покупку авто, которое одновременно служит залоговым обеспечением по получаемому займу. Подобный займ также доступен пенсионерам. Потребуется только паспорт и справка из Пенсионного фонда России. В некоторых кредитных организациях есть специальные программы для этой категории займополучателей. Особо популярны из них автокредиты с господдержкой. Инструкция, как взять кредит пенсионеру наличными на карту или банковский счет. Прежде чем приступить к оформлению кредита для пенсионеров, важно внимательно ознакомиться с основными этапами, которые придется пройти. В целом процедура практически не отличается от обычного получения кредита, поэтому трудностей в большинстве случаев она не вызывает. Советуем также посмотреть наш видеоролик «Как и где взять кредит». Этап 1. Выбор банка. Сегодня задача поиска банков, кредитующих пенсионеров, а также последующее их сравнение, значительно упростилась благодаря возможности использовать интернет. Существуют разные интернет-сервисы, позволяющие в режиме онлайн изучить предложения максимального количества подходящих банков. Однако далеко не все пенсионеры умеют пользоваться компьютером. В этом случае целесообразнее обратиться к родственникам и знакомым за помощью, чем использовать другие способы поиска информации. В процессе изучения предложений банков следует выбрать несколько наиболее подходящих. После этого проводится анализ и сравнение условий кредитования, а также требований к заемщику. Этап 2. Оформление заявки. Сегодня для подачи заявки не обязательно ехать в офис кредитной организации. Гораздо проще и удобнее получить займ, воспользовавшись интернет-сайтом кредитной организации. Подача онлайн-заявки на кредит пенсионерам имеет следующие преимущества. Решение принимается в максимально короткие сроки. Отсутствует необходимость тратить время на ожидания в очередях и долгую дорогу. Этап 3. Подготовка и предоставление пакета документов. При подаче заявки в офисе банка клиент направляется туда сразу с необходимыми документами. Если же анкета направлена через интернет, можно дождаться ответа банка. Но стоит иметь в виду, что в этом случае одобрение будет предварительным. Состав пакета документов во многом определяется типом выбранного кредита. В большинстве случаев пенсионерам требуется предоставить минимум справок. Если гражданин продолжает работать, обычно пакет документов такой же, как и для других заемщиков. Но есть одно дополнение. Потребуется пенсионное удостоверение или справка из Пенсионного фонда России. Этап 4. Заключение договора. Если в процессе чтения возникают вопросы, лучше всего попросить специалистов ответить на них сразу, пока договор не заключен. В первую очередь, внимание следует обращать на следующие пункты соглашения. Процентная ставка. Срок займа. Возможности условия досрочного погашения. Причина начисления и величина штрафов и неустоек. Для самостоятельного расчета кредита для пенсионеров рекомендуем воспользоваться кредитным калькулятором. В описании к ролику мы прикрепим всю необходимую информацию. Обратите внимание, эффективная ставка по кредиту учитывает различные параметры. Если она отличается от основной, то такой займ подразумевает наличие скрытых комиссий. Этап 5. Получение денег. Способ получения заемных средств в первую очередь определяется типом оформляемого кредита. Для потребительских кредитов обычно используются следующие варианты получения денег. Выдача наличных в кассе банка. Зачисление средств на банковскую карту. Перевод денег на счет заемщика. При автокредитовании и ипотеке могут использоваться названные выше способы выдачи займа, а также перевод на счет продавца. Если будущий заемщик точно соблюдает описанные выше шаги, то, как правило, проблем в получении кредита пенсионерам не возникает. Где взять выгодный кредит для пенсионеров с низкой процентной ставкой онлайн? На конец третьего квартала в нашей стране действовало более 500 кредитных организаций. Почти половина из них предусматривает кредитование пенсионеров, в том числе и в режиме онлайн. В таких условиях изучить все программы, представленные на рынке, невозможно. На помощь приходят рейтинги кредиторов, составляемые специалистами. В описании к ролику представлен один из перечней, который включает пять лучших финансовых компаний с низкими процентными ставками по кредитам и займам. Также вы найдете банки, которые дают кредит неработающим пенсионерам. Где можно получить кредит неработающим пенсионерам без отказа и поручителей? Существует два способа взять кредит неработающим пенсионерам практически со стопроцентной вероятностью. Способ первый. Банковские кредиты под залог имущества. Дело в том, что банки под залог имущества предлагают наиболее выгодные условия кредитования. Здесь реально получить достаточно большую денежную сумму пенсионерам на продолжительный срок от полугода до пяти лет. При этом ставки относительно невысокие. Способ второй. Экспресс-займы для неработающих пенсионеров в микрофинансовых организациях. Если по каким-либо причинам получить займ в банке не удается, можно обратиться в микрофинансовую организацию. Такие кредиторы менее требовательны к потенциальным клиентам. Для оформления займа в микрофинансовой организации в большинстве случаев достаточно паспорта. Получить деньги здесь можно меньше, чем за час. Советуем также посмотреть видео, как и где взять кредит без поручителей и справок о доходах. Как увеличить шансы на получение кредита для работающих и неработающих пенсионеров. Чтобы шанс на получение кредита был выше, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов. Рассмотрим три самых действенных совета. Совет первый. Обращайтесь в первую очередь в банк, на карту которого перечисляется пенсия. Многие считают этот совет самым лучшим. Необходимость обращения именно в банк, на карту которого пенсионер получает выплаты, объясняется двумя обстоятельствами. Первое. Банк по своим картам видит поступление за весь срок действия. Поэтому оценить платежеспособность можно, не запрашивая подтверждающих документов. Для заемщика это означает высокая скорость оформления и отсутствие необходимости подготовки большого перечня документов. Второе. Пенсионерам, получающим выплаты на свои карты, банки нередко предлагают скидки с процентной ставки по кредитам. Совет второй. Привлеките созаемщиков. Созаемщик – это гражданин, который несет по кредитному договору совместную ответственность с основным заемщиком. Иными словами, он выступает дополнительным должником по оформляемому займу. В большинстве случаев созаемщиками становятся члены семьи заявителя и другие его близкие родственники. Однако ограничений по тому, кто может стать созаемщиком, нет. Это может быть любой гражданин, согласившийся на включение его в кредитный договор. Но стоит иметь в виду, что банки с подозрением относятся к тем заявкам, по которым в качестве созаемщиков выступают посторонние друг к другу люди. Поэтому лучше все-таки привлекать с этой целью близких людей. Совет третий. Застрахуйте жизнь. Чаще всего причиной настороженного отношения к заемщикам-пенсионерам является их возраст. Пожилые люди чаще болеют. Вероятность их смерти значительно выше. Если банк выдаст кредит без обеспечения, не потребовав залог или поручителей, он рискует, что возврат будет не в полном объеме в случае смерти заемщика. Поэтому лицам в возрасте часто отказывают. Повысить вероятность одобрения по заявке на займ помогает оформление страхового полиса. Оформив страховку на случай болезни или смерти, заемщик сокращает риски банка. Это объясняется тем, что при наступлении страхового случая задолженность по кредитному договору покроют страховые выплаты. Теперь вы знаете, как получить кредит пенсионерам и что для этого нужно. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Пишите в комментариях свои вопросы и замечания по теме видео. Ну и конечно подписывайтесь на наш канал, ведь впереди много новых выпусков. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!